приветствую вас друзья вы знаете я люблю рассказывать всегда о каких-то нетипичных и нестандартных событиях и вот сегодня я вам хочу показать одну мою работу которая действительно была совершенно нетипична и нестандартна для меня и честно говоря мне было интересно вообще можно ли такую работу продать но вот в итоге она продалась эта работа была написана под влиянием картин художницы альбина петрова из которой мы подружились здесь в анталии у меня интервью есть на канале с ней она пишет очень необычные картины и все они из головы то есть она совершенно никогда не пользуется никакой натурой пишет обычно картины про события своей жизни и здесь когда она жила в анталии она в основном писала картины посвященные просто ее впечатлениям она писала себя как она с дочкой гуляет по пляжу купается в море как она общается с местными собаками кошками и вот после того как я снимала с ней интервью побывала у него в гостях я так прониклась что я тоже решила нарисовать картину из головы вот и я нарисовала себя как я еду по набережной анталии в своей машине и у меня развиваются волосы в открытые окна хотя этого конечно никогда не бывает обычно я езжу с кондиционером и и закрытыми окнами вот мне было так весело писать эту картину я делала набросок на холсте черным маркером то есть мне надо было вначале какой-то сделать ну как вот графическую идею до зарисовать я прямо толстым черным маркером набросала и а из этого у меня проблемы с этой картиной мне пришлось сейчас ее вот перед отправкой перед упаковкой пришлось ее дорабатывать чтобы не вылезал этот черный маркер потому что черный маркер зараза вот мне очень нравится им делать набросок на холсте но я уже несколько раз попадала на это что из-за черного маркера он сквозь масляные краски потом проступает перманентный черный маркер вот потом очень обидно потому что мне в принципе очень нравится делать набросок черным маркером вот ну так еще люблю кистью делать набросок вот ненавижу делать набросок карандашом например какими вот такими вещами как кстати под акварель тоже очень не люблю вот как простой карандаш особенно на холсте вот настолько как-то мне неприятно потом сверху рисовать если набросок на холсте сделан простым карандашом не знаю у кого-нибудь есть еще такая нелюбовь к наброскам простым карандашом то есть в принципе когда это просто график это мне нравится простой карандаш если это графичная работа но если это рисование под именно зарисовка такая набросок под акварель или под не дай бог масло то мне настолько неприятно вот это вот то что он во первых тонкий вот эта тонкость его вынесет просто в наброске во вторых меня бесит то что он размазывается например если масляной краской по наброску начать кистью писать то он размазит размажется особенно если это белый цвет будет это очень заметно в общем понравится мне очень делать набросок марки но совершенно это не оказалось невозможно неправильно потому что он у меня причем картину я успела сфоткать а он проступил позже и вот я сейчас короче все места эти где он проступил я их подкрашивала к этой картине я приложу в подарок вот такой небольшой акварельку я заметила что если ты прикладываешь какой-нибудь подарочек то обычно поступает отзыв хотя не все пишут отзывы ну вот когда подарочек приложен особенно если это что-то такое рукотворное да не просто распечатка какая-то и по вечерам я сижу рисую вот такие вот маленькие акварельки для того чтобы при довольно крупных покупках предлагать их в подарок картинка это у меня на натянутом холсте 25 на 25 сантиметров продала я ее за 88 долларов за 88 долларов сша поскольку на это все у меня открыто только сша работаю с сша вот такая вот у меня история на когда я эту картину написала я была ужасно разочарована чисто говоря то есть я почему-то ожидала что какое-то огромное удовольствие я должна по идее испытать от того что я пишу картину из головы по реальной по реальным событиям вот такая как бы веселая типа картинка но не знаю короче наверное рисование с головы это не моем я все-таки люблю брать что-то такое ну реальную натуру да и с реальной натуры с помощью мастихина и вот ярких оттенков делать все-таки что-то ну как это не натуралистичное да не реалистичное но когда это вот именно картинка сюжетом то есть во первых конечно вот в таком ключе в иллюстративном рисовать мастихином это конечно ну дурдом честно говоря то есть надо по хорошему брать что-то типа акрила и по всем правилам делать да то есть начали делать акрилом все объекты все объекты как бы в массах потом ждать пока высохнет потом летали делать где свет где рефлекс вот то есть мастихином да еще и без основы то есть эта картина она была не так как обычно я пишу написано то есть если бы я писала как обычно я бы сделала вначале полностью верхнюю частью голубое голубое небо и сверху на нем бы прописывала пальмы и у меня тогда не было возможности сделать набросок маркером но тут было все наоборот то есть на белом холсте я все набросала маркером и потом пыталась вот эти объектики значит мастихином вырисовывать ну то есть короче ну то есть совершенно не не в той технике я делала это как я привыкла ну вот под влиянием альбины да захотелось что-то прям совсем новаторского для себя попробовать техника оказался это ужасно неудобно и вот это когда надо каждый объект сразу белого холста вырисовывать хотя конечно так тоже писала картины были и такие у меня работы всякие были да но потом вот я нашла для себя такую технику мастихином да когда у сахарова я ее увидела когда вначале делается фон всего а потом уже сверху объекты конечно мне невозможно ничего вот так вот разметить на белом холсте но вот эта техника про которую я говорю мне очень нравится да а который я у сахарова узнала и с тех пор в принципе в ней я работаю как он называл техникой интуитивной живописи да но все равно забавно забавно когда что-то такое что ты попробовал и тебе не понравилось еще и продается при этом задор какой то есть да несмотря на то что я сама-то была недовольна процессом не было это удобно но веселье определенное в этом есть вот у нас тут у соседей залили бассейн у нас не залили видимо и не залью потому что я так думаю что это щиты напротив она посуточно сдает квартиры потому что там практически никто не живет то есть это скорее всего тип апартаменты для приезжающих отдыхать поэтому они так постарались а вообще у нас в анталии два года бассейны не заливали из-за пандемии было запрещено причем это не во всех городах турции а вот хитхие например заливали все эти годы во время пандемии да в анталии у нас два года не заливали но вот в этом году начали ладно друзья не забывайте про клуб продающих художников в котором мы обучаем продажам на etsy на daily paint works на пинкой на ярмарке мастеров в общем делаем свой создаем сайт художника на отдельном доме не да именно на магазинном движке да с возможностью сразу приобретать у вас картины приходите в клуб к нам присоединяйтесь к нашей дружной веселой компании продающих художников вот обучайтесь продавайте картины пишите в радость вот на этом я буду с вами прощаться художник наталия из анталии всего доброго пока